Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 926. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 29 июня 2018 года. Вот какие события. Накануне отвозили щищу на костёр, когда достаточно будет людей на пятницу. Я посмотрел оттуда, и наша самая высокая башня, смотровая, наклонилась. Ну, чего спрашивать уже, фактически 27 лет стоит дерево. На навозной куче всё это стоит, и высоко. Почему? Коровы расходились, это первые годы тут посева не было, и надо смотреть было. Теперь лагерь-то его не видно, он как оазис. Тут столько берёз, берёз с берёзами, тут ещё и тополя. И так вот. Надо просто посмотреть. Вчера как раз посмотрели, сколько у нас чего. Просто посчитала, мне принесла. Надо сейчас посмотреть, что оно тут насчитало. Высота башни 6,40, 80, наверное, так. Так, высота голубины, которая здесь, первая, 9,6. Вокруг лагеря 22 берёзы, тополей 17, ветлы 3. Так, сирени 2 куста, ширёмухи 2 куста, и клёны 1 дерево. Всего деревьев 62. Ну, это 9 соток, ну, если этим даже 16, захвачена там вся куча. 62. Её не видать в лагере-то, ничего. Вот видите, какие данные. Вот это надо на этой стройке всё это погубить, сворочить, смешать. Это уже не просто так, а за пределы здравого разума никто никуда не возьмёт. И всё это будет торчать. И всё, как будто шутка какая-то. А я преду, сломаю у тебя всё. Ну, что сказать, хулиган. Хулиган, и Бог тебя накажет. Это кто-то на это решится. Всё-таки не игрушка. 45 лет в лагерь стоял. И всякие-всякие были здесь. И замыгло. Даже полковники приезжали из ФСБ. О том, что сломать надо, никого никогда не было. Это какое-то безумие сегодня. А вот я дам указ, и кто-то должен сломать. Дам указ, можно убить. Так можно до чего угодно договориться. А какой твой указ? Ещё не делал ты. Так. Как Протоповам, говорит, прыщ на ровном месте. Протоповам, говорит. Толстые рожи. Ничего нигде нету. Не оставляет следа. Разрушители. Профессиональные. Разрушители. Какие тут разъезды, дома были. И вот здесь склады были. Всё разрушено. И в кусты, чтобы никто не видел. Эти блоки утащили. Огромная техника. Ломать не строить. Душа не болит. Поговорка говорит. Ясно дело, что подготавливают место для другой нации. Другим жить. Как при отступлении перед нападением врага. Всё уничтожается. Ещё нельзя сказать. Ничего. Кроме как только молиться. Взяться за голову и качаться. Ой-ой-ой-ой. Куда мы попали? Что с нами есть? Вот так. Тогда мы пошли туда. Взяли вот эти проволока-шестёрка. К пасынкам бетонным привязывают столбы. Привязывают. Прикручивают. Ну и вот три таких связки мы раскрутили. Снятые там, где столбы уже эти убрали. Ну в общей сложности мы на 20 метров её проволоку раскрутили. А потом там давай её обхватили башню. Это наклонилось. Её ничего уже нельзя сделать. Да и кому? Коров смотрели. Корову нет. Деревья вокруг ничего не видать. Потом там дежурный у меня был. Смотрел коршуна. Чтоб сусликов спасали. Детей приучал к порядку. Любить природу. Сейчас ничего нет. И лагеря нет. Раз лагеря нет, то и башни нет. Она представляет опасность, как пизанская наклонилась. Немножко, чуть-чуть наклонилась, но это уже... Ну навозная куща стоит. Под ней больше метра навоза. А навоз это же не... Тут твёрдая земля. Навоз. Обыкновенная куща навоза, на чём мы находимся. Так что кто указания даёт, он просто введёт в заблуждение. Нет ни грамма земли, ничего не занято. Память. Стирание памяти в народе. Манкурты. Вот он манкурт человек, если он... Желаешь, чтобы они такими же были. Запредельно далеко. Безбожие. Встаёт человек. Идёт ли. Если он ни лба не перекрестит. То есть там демоны гуляют. Полщище. Шабош нечистой силы. Кто, где, как, где уничтожают. Везде считаешь. В городах. Тракторный завод. Врубцовский. Везде. Ужас один. И вот мы её башню эту обхватили кое-как. Вызвал я Игоря Барабаша. Он дёрнул и всё упало. Теперь вот сегодня суббота. 30 июня. И думаем, надо на боку её теперь размонтировать. Специально. Сапёрные ножницы есть. Перекусить там, где проволока связана. Ну, размонтировать надо. Взять пилу. Такую. Так она от горючего работает. И подготовить. Потому что думают приезжать гости. На несколько дней они будут здесь. Это что-то утро ранее. Володя звонит. 4, 42 на 2 минуты опоздал. Вот даёт знать, что он встал и меня разбудить. Ну, я уже на ногах на улице побыл, посмотрел. И вот это мы её свалили. Это важное для нас событие. А потом я гляжу, если напрямую по пертиникуляру, ну, два с половиной километра, примерно, даже три поезда идут. А тут что-то там стоят и стоят они. Я говорю, Володя, давай поедем. Мне охота было. Он там косил где-то. Я говорю, ну, охота, не охота. Одному-то мне неудобно. Поехали, всё засняли. Володя снимал. Я там комментировал немного. Ремонтирует. Как у них всё обдумано. О-о-о. И прямо по линии всё снимают и убирают с рельсами, шпалами. Всё это новое ставится. Идёт техника, бульдозер, грейдеры. Ну, техника. Всё посмотрели, засняли, вернулись. Володя настал её работу. Вот дальше всё в огороде, там прополка идёт. Это для нас очень важное событие. Потом уже дело к вечеру, ну, там, четыре, часа пять, я позвал Володю в комнате навести порядок. Вот, ну, не столько вещей. Тут я посмотрел, все не мои вещи-то я живу. А Виктора. И всё забрали, вытащили. И он поехал, там, ключ взял, где он есть. И туда всё занёс. Там большой дом, и хозяину вернули все вещи. То ли забыл, то ли они там далёко под кроватями были. Ну, всё вытащили немножко. Это событие дня для нас. Мы много времени потратили. И надо мной, как сказать, в палате над койкой. И там тоже набросали всего. И мои письма, я гляжу, они не нужны. Уже теперь там наказы какие давал. А Виктор, он исполнительный такой. Всё хранил. Письма я всё это в печку приготовил. Ну, там ничего такого не было, только наказы были. Вот это то, что, можно сказать, само пришло. Несколько раз днём дождик начинал накрапывать. Но гроза прошла ночью ещё. И так обошлось. Большого-то не было. По милости Божьей, прекрасный день опять закончился. Ожидали какие-то по технике безопасности, купания. Звонили Игорю Барабашу, не приехали. Вот. О чистке прудов тот один обещал. Тоже не приехал. Какие события, почему, неизвестно. Это события одного дня в деревне. В городе ничего нет. В окно смотри, в телевизор. А здесь не до этого. Вот. И помощник у меня тут один заболел. Сильно заболел. И только молились. Милостью Божией остались все живы. Вот. Смотреть за детьми приходится. Сергей Горохов пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Нашествие мошки не только у вас. О ней пишут и в Белоруссии, и в Волгограде. Даже болельщиков на стадионе кусают. Пишет, что этот гнус опасен тем, что не сосет кровь, а грызет тело, выделяя туда яд. Вот это я верю. У меня все распухло на руках. И я привезли лекарства с города. Я не прикоснулся к лекарству сметаной. Четыре раза помазал за два часа до сна. Все сошло. Лесо опухшее. Приняло нормальный вид. И на руках, и везде эти язвы. Прям язвы. Не заживаю это. И все зажило, и ничего нет. Может даже умерть весь животного, залепив ему дыхательные пути. В это верю. Размножились они из-за теплой весны и влажности. Им обязательно нужен рядом водоем. Да не обязательно. Рядом водоем. Ну, говорите же, где даже болельщики. Какой там водоем? В лесу здесь бываешь далеко. Никакого водоема нет. А мошка далеко не летает. Она рядом. Нет. Просто Господь насылает. Да, причины найдены где-то. Кара Божья. Кара. Им это что? На рукавнике. Я печник на рукавнике, чтобы. Рукавица, а сверху на рукавнике. И они прям везде пролазят. А тут не могут это. И на комарнике. На комарнике это сетка к пчелам ходить. И так вот и работаем. И даже не очень-то сильно занимают они нас. Может быть, от этой мошки или от жары голуби рады были под половец и залезть. Да. Может быть. Посмотрел в интернете про драглайна. Они теперь самые разные бывают. Зеленой стрелает с 7,5 метров до 100. Ну, видимо, ошибка. До 10 метров. До 100 метров таких стрел нет. Не может быть. Даже не может быть. Но когда стал смотреть, как чистят водоемы с рыбой, то драглайна почти никто не использует. И копает обычным колесным экскаватором. Или с плоти. С плоти. Насадкой типа насоса-пылесоса. Но это, видимо, больше от ила чистят. Так. В любом случае, вам надо быть готовым и хотя бы частично сушить пруд. У нас это ничего не подходит. Если осушили, значит, ее туда тонну, прорыв такой, вода сделает. И глины не достать, и пруда не будет. А лучше осушить полностью, прокопав часть дамбы. Это не картинка, а прокопав часть дамбы. Ну, вот так. Зато всю рыбу соберете, и видно будет, как нос планировать лучше. Ничего там не будет, не просохнет. И ничего, ничего, это не годится совершенно. Никак. А одинаковое глубино ведь не обязательно везде делать. А лучше, где удобнее, сделать обязательно зимовальную яму. А мелководье тоже нужно. Там, в камышах, любят пастись и прятаться мальки. Зато если осушите, то видно будет, где есть родники. На всякий случай, посмотрите сами, если нужно, на ютубе, как экскаваторщики умело залазят в любые котлованы и вылазят из них, отталкиваясь и помогая себе ковшом. Ну, может быть, там твердое. 200 лет никто не чистил. Он уйдет с кабиной в этот ил. 200 лет никто не трогал. Тем более, у вас там корни и деревья, и камни, скорее всего, не встретятся. Корни там может и встретиться. А если увязнет, то просто вытащить. Увязнет, просто вытащить можно. Тросом. Тросом. Не просто, а просом. Нет, не вытащить троса, ничего нет. Погибла техника. Никак. И вытаскивать нечем у нас. А это абсолютно для нас не подходит. Если твердо решили углублять водоем, то спускать воду уже сейчас нужно, чтобы вода успела уйти и подсохла. Немного. Или эскаватора, или драглайна. В иных рыбных хозяйствах за лето успевает целое озеро спустить, подсушить. И бульдозер туда запустить широкими гусеницами, чтобы выгребал и ровнял так, как вы позапрошлый год на дальнем пруду делали. Ну, так там сухо, ничего не было. Это полезно еще тем, что обло сетями потом удобнее будет делать. У нас ни сетей, ничего нет. С чем просто так на лодках плавать, лучше померьте пока с ней глубину везде, чтобы иметь представление о рельефе дня и глубине, пока зеркало воды на желаемом уровне держится. Детям можно даже задания дать по математике. Например, площадь и кубатуру пруда рассчитать. Так будет легче с эскаваторщиком договариваться, если 3D-чертеж будет. Да. А если камни будут при копании попадаться, то нужно быть готовым доплатить. Никаких камней нету. Но железяки разные там могут быть. А сушить пруд лучше еще и потому, что драглайну лучше видеть, куда ковыш бросать. Быстрее дело пойдет. Они изначально изобретались для рытья траншей и котлованов, и мелиоративных работ. Ну, ничего нету, драглайна никакого нет, нигде не достали, это все отпадает. И выпустить воду, это значит погубить пруд, и ничего больше не будет. Выпустишь, дальше АИЛ остается, и там на середине будет бощежок. И он не высохнет, потому что все время идет подпитка, ничего нету. Это на картинке так, только фантазии. Миром Игнатий Тихонович, сопереживая вам, решил посмотреть в интернете законодательство. Оказывается, что начиная с 2015 года, незаконные постройки можно сносить даже без решения суда. А в административном порядке решением муниципальных властей. В 2015. Закон не имеет обратной силы. Если это было построено 40 лет назад, а теперь дали закон, а при том у нас ничего нету. У нас документ, что земля отпущена была, и мы не взяли ее, просто на навозной куче. И какие строения это? Ну, строения это, как их... Они когда судились, это курятники, курятники. Ну, на столбушках прожилины, плетень сделали с двух сторон за штукатурой, чтобы только ночевать можно было. Строением называют. Ну, какое строение это? Да, конечно, строение. В общем-то, а так-то, взять, столовая открыта, всем ветрам стоит, только что крыша. А до этого столбушки сделали, камышом покрыли. А то тоже строение. Ничего нет, огромные ямы тут были, тут что-то в колхозе было, контора. И мы все навоз ведрами таскали, таскали этот навоз. Вот, закрывали ее, топтали, присыпали. Тут другая совсем обстановка, ничего нету здесь, это к нам не подходит. Вот, вначале они давали мне землю, когда в 90-м году, я-то думал, нашелся, вроде бы, сказали, нашли спонсора. Большие корпуса построить на несколько сот человек. Да, стата человек у нас было по 120, а больше нет, и спать негде. А это так построить, все с подвалами, большие корпуса, чтобы соответствовало всем нормам. Ну, тут же перестройка началась, все по боку. Ничего нет, и 91-й год уже пошел, все, кукуролесить. И поэтому мы не взяли ничего, ни грамма, ни земли, а просто навозная куча рядом с пастухами корченские. Пастухи тут метров от нас, может быть, 70, больше-то нет. Избушка у них, у нас хорошие отношения были. Правда, они должны предупредить, в течение какого времени владелец должен сам ликвидировать. Кого? Чего ликвидировать? Ничего нету. Тем более, это намного раньше было, и стоят мазанки на навозной куче. Это к нам никак, никаким боком не относится. Никакой земли не занимаем. Тем более, на это у меня документ, что все подписали директор совхоза, и все. А я не взял ни одного гектара. 9 соток, 0,09 гектара на этой, на навозной куче. На навозной куче, что может быть круче. Вот. И только потом самим сносить. Сносить-то нечего там. Стоит и все. Память сносить. По мозгам ударить. Незаконными постройками считаются даже те, под которыми не оформлена земля. Ну, не знаю про это. Написал для того, чтобы проверили и знали, какое оружие у них в руках. Никакого нету. Безумие. Беснование. Больше ничего нет. Никакого оружия. Никакого. У нас документ, что мне дали. Я даже не взял эту землю. Повторяю. На навозной куче. Рядом фундаменты. Рядом, тут же прямо на территории огорожены фундаменты домов, которые там были. Ну, колхозные. Пристройки там, что контора там была для молочной товарной фермы. Неизвестно, что. И блоки там остались. И пришлось мне машиной вытягивать их с этой территории. Там клубнику посадили. Ничего не относится. Ни земли нет, ни построек каких надо. А этот-то стоит. Там кельи-то. Глиняный. Ну, что считать. А там архитектор должен принять. Вот. Бороться, конечно, нужно. Что в наших силах. Ведь лагерные постройки никому не мешают. В который раз убедился, что земные законы избирательны. Когда, допустим, скажешь, а в ответ вот такой-то и такой-то, тоже незаконно поступил, построил, то у них ответ готов. С ними разберемся, ты за себя отвечай. А мы ни на кого не показываем, не знаем. Мы не относимся здесь. Ни захвата, ни самовольного, ни построек. Ничего нет. Тем более земля-то отдана потеряевке. Все эти постройки, ну, постройками назовем эти, как говорят, курятники. Вот. Для ночевки сделано, только глиняные избушки стоят. Самое интересное, что даже тоже бывает в некоторых монастырях, когда игумен в похожей ситуации говорит, это его дело, ты за собой следи. То, что ты говоришь, нужно еще проверять. А сам не проверяет, так как речь идет о начальствующем. Для себя часто вспоминая определение зла из точного изложения православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. Зло – это когда сам противишься воле Божией. А всякое другое, некоторое тягостное чувство, которого не желает душа, и которое люди привыкли называть злом, при ближайшем рассмотрении есть сущее добро. Но пока это не коснулось тебя, ты будешь так рассуждать. А когда тебе каждый день будет травить, в огород залазить, морковку, только она зашла, на забор повесит, и арбузы себе повыдерут, и ничего у тебя нету, ничего нету. И ограду разломают, и скотину запустят, и человеку придется просто уезжать оттуда, и ничего нету. Объявят войну, добром называют, называй добром. Это все дома сидит когда, а ты на деле испытай когда. У нас тут один фермер тоже все загородил, все разломали, скотину запустили, потравили, ничего нету. Он еще выехал. Другими словами, если мы смиряемся, то Бог усматривает на нас нечто лучшее, и не используем неисповедимыми путями промысла своего, получаем от него нечто большее. Ну да, в конечном счете так и будет это дело, но не так, что тебе зачем говорить добро-то. Для тебя это зло, иначе зло и дьявол одно слово. Они все разрушают, все. Ложатся спать, они идут кирпичами, окна бьют. Ну добро, добро, рядом ребенок спит. Бабка вышла в песочнице, там ребенок, а там наверху девятый этаж гуляет, бутылки кидает, не пластиковые. Кинули, и ребенка сразу убили, убили, мертвый совершенно. И теперь не найдешь, кто окна закрыли, не поймешь, какой этаж, какая квартира, кто гулял. Люди разошлись быстренько, и все. Добро, считай добром. Единственный ребенок погиб. Это у нас тут такое событие было. Это мы за один день только рассматриваем события. Вот такое дело. Немножко сегодня новое поставил. Ролики пошли. Ну можно даже показать наши ресурсы. Вот так. Мой мир. Я вообще люблю эту систему. Вот она. Переписывать все удобно. Вот джек восточную поставил, потеряя вкусть сверху, как она выглядит. Вот это пруд. Ну тут мелко очень. Крупнее сделать у нас есть. Форм 1600 тем. Ну и вот. Сегодняшний день. Немножко поставил. Ну что значит немножко? Девять роликов. На нашем нашлюзе здесь 96, кажется. Не вижу даже сколько. 56, консервация хрена, 117 за 39 минут. Тут на другие, на Рыжсковский 50 просмотров. И вчера вечером уже ложиться спать. Ну я поставил. А то у меня под замками все снимать надо. Вчера вот это. Где-то только что-то надо посмотреть. Ага, вот. Добрые сказки. 741. Добрые люди. У Бога всегда хватало добрых людей для защиты. 1875. Это председатель сельсовета. Женщина. Людмила Алексеевна. У ней на домом мы беседуем. И так вот. Техника какая-то тут. Милости просим на наш. Здесь ресурс. И вот во свете Библии. Православный и Библейский сайт. Все на этом.